Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Прошедшие недели, связанные с планом и с проектом реорганизации четырех муниципальных предприятий, выглядит весьма логично, поскольку все вот эти предприятия, по крайней мере, три из них, Ригес Нами, Ригес Сервис, Ригес Пилосед Булникс, это те предприятия, которые занимаются обслуживанием городской недвижимости. Ригес Централ Терргус тоже. Да, вот Ригес Централ Терргус, я почему упомяну чуточку отдельно, поскольку там еще есть дополнительные функции, да, и многие рижане даже не задумываются о том, что там есть павильоны, которые тоже надо обслуживать, их довольно много. Все, конечно, обращают внимание на главную функцию рижского центрального рынка, это вот возможность организации торговли и уличные в павильонах. Все-таки, почему именно такая модель избрали, потому что ходили разные, кстати, слухи о том, что, может быть, имеет смысл присоединить эти предприятия, ну, кроме Ригес Централ Терргус. К примеру, Ригес Нами Парвал Некса, да, которое муниципальное предприятие, крупнейшее, которое обслуживает многоквартирные жилые дома. Может быть, имело смысл тогда сделать большое предприятие по всей муниципальной недвижимости? Ну, да, ну, надо начинать с того, что мы сделали презентацию новой реформы рыжской... Недвижимости, управления недвижимости. Недвижимости, да. И это совсем новая реформа управления рыжской недвижимости, чтобы понять, почему это очень важно. У нас почти 25 тысяч имуществ в Риге, и только кадастровая стоимость у них 1,5 миллиардов евро. То есть, если мы будем конкретно считать, сколько это реально стоит, тогда рыжане очень богатые люди. У них есть ресурс, актив, и этого актива надо очень хорошо... С этим активом надо очень хорошо управлять, чтобы рыжане увидели прибыль от этого, какой-то выгод. Поэтому мы разработали чтение этого года, новый план реформы, и тоже, в принципе, и как перевести в Adlinis, да? Новые разработчики. Ну, основные направления, скажем так, да. Да, и в следующем году надо сделать стратегию на базе этого документа. И одна часть из этой реформы, это реформа компании, которая занимается управлением недвижимостью Риги. Той недвижимости, которая... Муниципальная недвижимость. То есть, Рига с нам порвала, и был вопрос, почему он не включен в эту реформу. Потому что он работает только с частным... Ну, в целом он работает с частными имуществами, как квартиры и дома и так далее. То есть, это что-то другое. И мы сделали гипотез, что если мы объединяем Риги с Пилсайдунекс, Риги с Сервис, Централ Тирекс, Риги с нами, тогда у нас появляется большая синергия. Мы попросили проверить эту гипотезу исполнительному директору Иоанну Сланге. Он заказал исследование PricewaterhouseCoopers, это делал. И они сделали выводы, конкретные выводы, что у нас хипотез прав. То есть, там появляется много выгоды из обвинения. Почему там внутри тоже Риги с Централ Тирекс? Потому что, если мы смотрим на его примарную функцию, то это... Он не торгует ничем. Он не занимается торговлей. Это просто только у нас... При заставлении услуг. Ну, привыкли думать об этом так, да? Да, да, да. Но по факту у него большая недвижимость, очень в хорошем месте, в центре. И они занимаются арендой этой недвижимости. Содержание этой недвижимости, арендой. И организует все, чтобы там была торговля. И происходили те процессы, которые заданы как задача от Рижской думы, с чем надо заниматься центральным рынком. И если мы смотрим, что происходит с центральным рынком, тогда мы понимаем одну тенденцию. Самый главный конкурент, который постепенно, очень медленно, но постепенно уничтожает рынок, это большие супермаркеты. Люди едут в воскресенье, например, с детьми. У них там есть... Ну, сейчас во время инохода меньше, да? Ну, в принципе, есть. Бесплатная парковка. Пожалуйста. Бесплатная парковка. Там концерты и всякие мероприятия. Там можно поесть, там можно купить еду и так далее. Всякие, да? Люди езжают там как на развлечения тоже. И я вижу, как политик Риги, я вижу, что центральный рынок должен опередить супермаркеты, чтобы был способен конкурировать. И поэтому, например, функции Рига с нами, они тоже содержат имущество и управляют имуществом. Но там есть, например, Splendid Palace, который... Splendid Palace, Congress, и другие, которые занимаются тоже мероприятиями культуры. И если мы это соединяем в один целый, огромный, ну, компания, да, тогда там появляются тоже такие синергии, что организовывать культурные мероприятия тем, которые это делают каждый день, например, те люди, которые с Splendid Palace работают, да, это соединить с центральным рынком, это уже дает такую синергию. Да, вот интересно, что хотел спросить, как эта структура будет управляться, понятно уже. Я почему спрашиваю, поскольку совсем недавно, как мы знаем, завершился конкурс на новое правление Рига с Центра от Иргус, они вот приступают сейчас к работе. Но я так понимаю, что они будут работать, видимо, до октября следующего года, когда будет вот большое предприятие, и там будет общее правление, да? Ну да, ясно, что мы будем делать, и в среду будет решение Рижской созидания ДОН, и там будет дискуссия тоже. И окончание этой реформы, это будет ноябре. То есть до ноября вы планируете уже закончить вот это вот объединение, да, о котором только что рассказали? Да, так точно. И это означает, что будет три члена совета, потому что она будет считаться, как бы, большая компания, да? Сейчас пока эти все считаются маленькие, там просто две или один член управления, и все. Там будет три члена управления, три члена совета. То есть будет надзор над процессами через совет, и реальные функции будет исполнять уже управление. Да. Значит ли это, что в самих этих муниципальных предприятиях будут еще какие-то отдельные управляющие, или вот правление над всеми? Это будет управление всеми, да. Это будет одна компания. Наверное, будет какая-то структура там тоже сделана, но это зависит от новой управления компании. Там будет стратегия и все это. Если я правильно понимаю, грядущая реорганизация, она позволит, ну, во-первых, сократить штат. Это означает сокращение бюджета общего на все эти муниципальные предприятия. Позволит избежать дублирования функций. Но вот что интересно. Просто хотелось бы уточнить. Если это предприятие, в самом хорошем смысле монстр, забирает под себя всю городскую недвижимость и ею управляет. Эта часть мне понятна. Что касается дополнительных функций. Ну, вот вы упомянули совершенно справедливо Рига с нами, которые управляют домом, конгрессом, сплэнт и так далее. То есть какие-то те же самые конгрессы, лекции, театры, выступления, кино, концерты и так далее. Центральный рынок, опять же, функция сдачи в аренду торговых мест и, опять же, культурная составляющая. Все эти ярмарки, которые проводились, все эти концерты и выставки, которые тоже там были когда-то возможны. Кто будет заниматься всей вот этой, ну, в кавычках-то, условно сказать, красотой? Тоже какой-то отдел в этом монстре новом? Или кто-то останется на местах? И просто вот тот же самый предприятие Рига-Сцентр, Алтыргус, просто поменяются его функции. Они будут заниматься привлечением торговцев и продвижением самого предприятия. То же самое, те же самые Рига с нами. Кто-то, несколько человек, будут заниматься организацией, закупкой фильмов и продвижением. Ну, впервые вы упомянули, что это большой монстр. Ну, он не такой большой монстр, потому что сейчас, если обменяем, это будет, наверное, 30 миллионов евро оборот. Но мы понимаем, что Риг нам порвал на их гораздо больше. Ну, под монстром я подразумевал именно охват. Это не какой-то такой уж монстр. Но, и вы упомянули тоже, что компания, которая будет заниматься всеми имуществами, это еще решение не сделано. Это было как предложение на размышлении на нашем стратегическом документе. Но, потому что проблема сейчас огромная с тем, что работа с управлением имуществом, она очень разделена. Каждый делает что-то свое в Рыжской думе на миллионы части. У каждого своя стратегия, у каждого свои принципы и так далее. Моя работа как ведущего рабочей группы и вице-мэра была это все взять и сделать одну концепцию, централизованную концепцию, поставить принципы, как это будет работать во всей Думе, чтобы все шло в одном направлении, чтобы был конкретный план. И решение по поводу всех имуществ еще не сделано. То есть это будет еще когда-то как дискуссия. То есть пока только четыре большие компании объединяются. По поводу мероприятий. Это ясно, что нет проблем и как бы сомнений, что происходит в Splendid Palace, с центра Алтиргус как бренд и структура. Они остаются. То же самое сейчас Рига с нами. У них есть конгресс, нам в Splendid Palace и так далее. Они очень хорошо справляются и делают культурные мероприятия, и закупают фильмы и так далее. Все, что вы упомянули, под этим разделением, под этим брендом. То есть Рига с центра Алтиргус как бренд, как место, оно остается. Только управление будет централизировано с конкретными принципами и совместными принципами и целями. Когда с содержанием недвижимости занимается кто-то один, это, конечно, мне кажется, более логично, чем раздробленность. Но вот, наверное, оппозиция будет пытаться говорить о том, что вы, наверное, готовите какой-то секретный план по дальнейшей попытке приватизировать. Вы же помните, время от времени возникают слухи, что будет приватизирован Рига с нам упал в них сейчас, видимо. То есть, можно сказать, что таких планов у вашей группы точно нету по приватизации? Нет, никакого такого плана нет. Я даже скажу наоборот. Если мы ничего не будем делать, тогда эти средние или маленькие предприятия, они постепенно, медленно будут задыхаться. Мы уже знаем, что Pilsad Bunix, да? Пilsad Bunix уже как бы... Все признаки непротивоспособности, да. Нету больше возможностей там большие проекты делать. Мы это все понимаем. То есть, это мнение дает как бы новый начало всем этому. Вы упомянули, что планов приватизации нет. А есть ли какие-то предложения? Обращался ли кто-то с вопросом, что почем стоит купить рынок, например? Мы знаем, что предыдущая дума. Я помню, я был тоже в Болтком радио с господином Буровым. И я конкретно задавал вопрос. Не были эти литовцы там как бы замешаны по поводу приватизации Ригас-Нампар-Волднекси. И он, если я помню корректно тогда, он как бы... Признал, да. Косвенно, да. Да, он как-то сказал, что ну да, вообще-то там все это так было, как мой гипотез был сказан. То есть сейчас ясно, что мы... Это просто исключаются какие-то варианты, что будет что-то тихоря приватизировано и так далее. Единственная вещь, которую я четко понимаю с поводу Ригас-Нампар-Волднекси, что он должен постепенно... Он слишком огромный. Он должен постепенно... Свои клиенты, которые у него есть, создать систему, чтобы там можно было очень плавно переходить и менять абсолютно рекорд. Того, кто обслуживает управляющую компанию. Мы все понимаем, о чем речь, да? Да. Как это было перед этим и так далее. Чтобы эта компания как бы была более способна работать. Логично. Ну что, спасибо большое, Эдвардс Милтонс. У нас был на прямой связи. Да, благодарим за ответы по поводу организации. Стало больше понятно, что происходит. А мы благодарим Эдвардса Милтонса, вице-мэра Риги, за утреннюю эту беседу. Всего доброго, хорошего дня. Ну и мы с Абиком тоже прощаемся, так сказать, закрываем утро на Болткоме. Желаю вам хорошего дня. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что происходит под ногами и над головой. Оттепель что-то где-то капает, что-то откуда-то падает. Как там было? Следи за собой. Будь осторожен. Хорошего дня. Болтком продолжает свою работу. Микс Ньюс, конечно же, тоже продолжает свою работу. До свидания.